Выбор хирургического доступа транскраниального Он зависит от многих факторов И все эти факторы на предоперационном этапе хирург должен знать и обязательно учесть Эти факторы и размер, и локализация, и степень распространения опухоли И для того в хирургии минимально инвазивных доступов Важно, очень сложно работать в узком пространстве И один из методов объективизации выбора пациента под этот доступ является В нашем случае это использование виртуальной 3D моделирования и 3D принтинга На предоперационном этапе мы совмещаем данные компьютерной томографии Мультиспиральной компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии И создается виртуальная модель, я потом вам продемонстрирую И после этого эта модель в специальном формате отправляется на 3D печать Зелененький это опухоль Дальше мы накладываем, есть возможность, сосуды И нервы, они здесь желтые И основание черепа, кость И на сосуды можно, нервы, на все структуры можно смотреть как раздельно, так и объединять И смотреть под разными углами Это дает комплексную оценку такой хирургу на предоперационном этапе Очень важно учитывать эти факторы Именно локализацию, распространение и углы хирургической атаки Далее эта 3D модель отсылается в формате на 3D принтер И вот в конечном результате через 24 часа у нас получается примерно модель Недостатком является то, что надо разукрашивать разные цвета и нервы и сосуды А как это делается? Да, просто обычной краской Да, обычной краской Это для лучшего восприятия, скажем так Потом эта модель берется в операционную Вот вы видите скоба Это для фиксации Или в лабораторию И ретракторные системы И вот эндоскоп Вот здесь И мы смотрим Создаем хирургическое окно небольшое И смотрим на патологию Под разными углами И так называемое это планирование Насколько выбор этого доступа будет нам помогать И так называемое это планирование Создаем репhead Создаемoooo Продолжение следует...